еще раз всех приветствую ну что ж многие заметили что у меня появился такой девайс это boss katana air многие просили снять какой-то обзор сказать менее смотрите я такой полноценный долгий обзор когда крутится каждая ручка давайте послушаем вот это а теперь немножко изменим тембр послушаем вот это а может здесь добавилась какая-то там ольховая махагонность или звук стал более благородный более стеклянный это делать не буду потому что понятно что современный процессор звучат но все в целом более-менее одинаково то есть понятно что можно звуками плагинами нарубить нормально и в общем на тему поэтому можно не запариваться не то что какие-то там супер ламповые звуки винтажные сидеть там куда супер комнате и ставлю нет с процессорами все много проще поэтому это просто обычный стандартный процесс в формате колонки то есть никого там нереального и неестественного убойного звучания конечно не будет но в целом я считаю что девайс дегитаристов полезный и достаточно удобный потому что ну понятно что беспроводная эта тема у меня долго время была ямаха течер 5 сейчас вроде бы во второй тоже добавить беспроводная штука я честно играть не буду не помню но в общем здесь это удобно то что все передатчик достаточно такой тонн емкий хватает ну я пока провел 12 часов на одном заряде получается на сроках удачи на ссор на получается академ час то есть чуть меньше но тем не менее общем достаточно долго провел на одном заряде поэтому конечно вполне себе это дело все комфортно значит что мне кажется и сам большой плюс то что bluetooth и то что можно естественно помимо того что просто использовать это как колонку да то есть можно слушать разным узло там современные хитовые и не только то есть все что угодно да плюс можно естественно там джемить под это все дело ну и как бы звучание действительно убойное то есть они как допустим когда мы врубаем гитарный комбик плеер и там естественно будет просто жуткий лоу фай здесь все прекрасно то есть это уровень как бы обычной нормальной колонки естественно можно вырубать минуса с ютюба под них джимовать и не запариваться в этом плане супер удобно пока для меня главный минус это то что я не нашел можно ли подрубить туда футсвич потому что банальная ситуация если нужно допустим поиграть плит ручки какие-то такие домашние там или куда-то блесок может вывести поиграть там типа не знаю там просто под ну от батареек может запитаться из того же самого телефона врубить минусы и там порубить какие-то песни как врубать при этом переключать чистый пусим дисторшн непонятно потому что гнезда для футсвича здесь не нашел я знаю что для по моему старших комиков там есть гнезда но здесь вообще это делать непонятно тем не менее здесь есть получается на панели на центральные два канала типа а и б и в каждом из них скрыто типа три пресета то есть типа грубо разеленый там желтый и красный да то есть типа клин кранч и дисторшн и естественно их можно все перепрограммировать давайте немножко по брякаем на таких вот на заводских пресетах получается у меня сейчас включен канал b и посмотрим в общем и понятно да просто самый обычный клин то есть я не знаю что то есть я думаю все понимают да что на любом там плагине на любом как обычном комбаре таком цифровом это все элементарно рулится с нет какого-то супер там благородного легендарного звука босс далее то ну как бы я конечно мог бы вас да там как-то подурить в таком понимании про как как ольховая махагонность и прочее но нет здесь честно говоря просто ну обычный абсолютно звук посмотрим что происходит дальше дальше типа красный канал наверно сейчас будет валилова с кучей гейна ну да понятно махагонность и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, понятно, короче, типичный такой, как бы, делейный рай, да? То есть рубаешь и начинаешь утопать. Можно какие-то медленные ноты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, то есть понятно, да, что можно проводить такие вот дурачные часы с гитарой, просто сеть, зависать на танцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть то, как раз за что мы любим эти все процессорные звуки, когда просто улетаем в горы, и всё легко, всё поливается и так далее. Поэтому просто, ну, как бы, обычный такой цифровой кайф. Ну, и остался здесь оранжевый канал. Посмотрим, что здесь будет за сюрприз. О, здесь какой-то типа Октавер обрублен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну и... Прикольно, да, как будто с басухой сразу, как будто билишикан и... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой-то психоз, короче. Пользуясь случаем, хотел бы также напомнить вам, уважаемые подписчики, что в магазине PedalZoo работает специальный промокод на скидку 10% наушники электрогармоникс. Так что, раз уж мы любим слушать разногитарное зарубалово, давайте, пожалуйста, слушать в наушниках от гитарного бренда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что касается какого-то своего пресета, я нарулил, в принципе, такой традиционный для себя сушняк, то есть мало эффектов и не очень много гейна, чисто, что всё было такое читаемое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, собственно говоря, игра на стримах, на уроках и так далее. Поэтому, подытоживая, вполне себе обычный процессор, удобный, то есть единственное, что мне вот чисто внешне не нравится, что же блок питания отдельный. Как помните, вечный батл между PlayStation и Xbox, и у PlayStation 4 был блок питания встроенный, то есть просто обычную розетку, и всё, у Xbox была вот эта здоровая такая бандура. Здесь тоже обидно, что блок питания достаточно внушительный, и вот он как бы валяется там отдельно. Если мы, допустим, могли бы запихнуть его внутрь, то было бы, конечно, практичней. Но, тем не менее, да, вполне себе комфортная такая игрушка, и удобно записывать ДИАНИК. Слава богу, громкость ДИАНИКа регулируется, задержек тоже каких-то особых нет, то есть всё вполне себе удобно. Как я уже сказал, это беспроводная тема. Единственное, что, конечно, записывая студийки, я всё-таки писал бы, наверное, не с этим передатчиком, а писал бы напрямую в провод. Провод, конечно же, пол-дайм кабель. Я думаю, что многие помнят, что я артист этой компании, и это действительно ребята в плане провода молодцы. Это дело сравнение, и, конечно, провод просто, ну, как бы, слышно, что он конкурента порвал. Поэтому, в общем, от меня в целом рекомендации. Не суперидеальный девайс, то есть если бы сделали бы нормальный футсвитч, если бы убрали бы блок питания внутрь, то, мне кажется, было бы поинтереснее. Но, тем не менее, вполне себе, я думаю, хороший выбор. Поэтому, ну, как-то так, в общем, подписывайтесь на канал, смотрите в основном уроки, потому что это немножко не мой профиль, да, снимать какие-то обзоры на такие вещи, да, как бы просят, но, тем не менее. Поэтому, в общем, в основном смотрите уроки, и всякие там разборы гитаристов. Скоро, я думаю, тоже будем снимать и умеет ли на, там, средних гитаристов, на более-менее нормальных играющих гитаристов. Ну, и дальше как получится. В том числе, я думаю, что будут и похвали шоу, которое многие так сильно полюбили. Ну, и самое главное, активно лайкуйте. И не забывайте, что спонсорам доступны стримы записи, поэтому спонсируйте канал. Сумма смешная, там, 250 рублей, по-моему, в месяц. И, в общем, включайтесь в большую гитарную семью, которая, в общем, поддерживает меня, а я, собственно говоря, поддерживаю вас новыми видосами. Все, всем большое спасибо. До скорой встречи на первом гитарном. Как обычно, здесь была только правда об игре на гитаре. Всем пока. Итак, вы музыкант. Или стараетесь им стать. Существует много действительно нужных мелочей, которые пригодятся любому, кто связан с музыкой. В этом огромном мире звуков важно контролировать каждый этап, от идеи до финального результата. Для записи вашей заготовки вам понадобится более универсальный язык, нежели таблатур. Объясняется это тем, что в миксе будет не только гитара. Базовые знания теории пригодятся на всех этапах, но здесь особенно. Любую идею придется как-то развивать. Тут-то в игру и вступает гармония, построение аккордов, их движения, а самое главное – понимание того, что делать дальше. Все уже просчитано до нас. Хороший материал – это очень хорошо. Хороший материал в хорошей аранжировке – еще лучше. Вся фактура вашего произведения напрямую зависит от множества факторов, с которыми можно и нужно уметь работать. В каждом учебном заведении существуют отдельные преподаватели отдельной дисциплины. И каждая дисциплина важна, если есть задача подготовить действительно хорошего специалиста. Итак, вы музыкант. Или стараетесь им стать. У нас есть для этого практически все. Гитарный, теоретический и бас-гитарный курсы занятий. В очном или заочном формате. И вся необходимая часть аранжировки и композиции. Информация в описании.